Приехал к дочке, привез шампанское. Я к ним на днях приезжал пару дней назад. Привозил подарки. С этой чумой. Немножко не так, как обычно проходит. Но ничего страшного, все будет хорошо. У нас и так-то все нормально. А сегодня, впервые за 20 с лишним лет, Ира тортом свой спекла. Это знаменитый, с курагой. Мы когда жили там, в СССР, Ира каждый год моя пекла торты. И мы приходили к родителям, царство небесное. Ну и сидели там, традиционно говорили, ой, это знаменитый Ирин торт. Ну а потом, жизнь немножко поменялась. Я был в Польше, в Германии, потом эмигрировал в Канаду в конце 90-х. В общем, грубо говоря, с начала 90-х я уже в Харькове толком не жил. Ну и в результате, конечно, уже торты мы там так сильно не пекли. Жизнь поменялась тоже. Ну а сюда приехали в 99-м. Ну и с тех пор ни разу этот торт она не пекла. Ну а сейчас на днях что-то разговорились. Ну и брат мой вспоминал. Так я говорю, ты хоть помнишь рецепт? Она говорит, да я не знаю, попробуй. Ну короче, вчера немножко там вспоминала, сделала. Сегодня утром встали, попробовали. В принципе, ничего, как раньше было такого плана. Я говорю, ну ладно, давай уже по кусочку отвезем. Я отвезу. Дочке отвезу. Брату. Они там все на диете. Никто толком ничего не ест, не пьет. Ай, кино. Всего навалом. Но уже ничего особо. И выпить, и закусить все есть. И 1200 на продукты без проблем есть. И у меня тоже в бейсменте там, я не знаю, черт голову сломит, что там творится. На 1000 долларов я уже себе потом накупил по этому карантину. Бухло стоит, наверное, там 4 ящика, может больше. Что там только у меня нету. А ничего не пить, не есть нельзя. Седьмой десяток. То то болит, то это болит. В общем, диеты. В общем, смех и грех. Тортов напекли. Ни к тому ничего нельзя. Я говорю, ладно, по кусочку вспомните. Вспомните молодость, как мы там в СССР жили. Ну и в результате, конечно, я сел в машину. Сейчас, грубо говоря, как я сказал, полвторого. Приехал я в Берри. Сейчас показываю я тут в прямом эфире. Погода опять пасмурная. Снег лежит. Вроде и дожди. Вот вчера дождь был. Плюсовая температура. Но снег все равно лежит, потому что перед этим много выпало. Перед Крисмасом на Крисмас. Ну, погода, в принципе, такая. Сейчас плюс два показывает у меня. Ночью будет где-то минус два. Ну, короче, в принципе-то как бы ничего. Нормально. Следующая неделя там показывает опять будет похолодание. Ну, Канада, в принципе, все обычно. У нас всегда такая погода. Короче, я решил, пока тут суть до дела. Еще время, как говорится, скоро будет. Украинский Новый Год, русский Новый Год. Ну, и я, в принципе, решил выскочить. Отвезти пока там пару часов еще есть. Вот, отвезу. Я никому даже не захожу. На улице я вышел. Ну, я перед этим звонил. Инга, оперная певица у меня профессиональная, вышла. Ну, с внучкой. Так что я им сказал, ребята, кушайте торт. Они смеются, говорят, да мы не едим. Я говорю, ну, ладно, вспомните, молодость. Подарки я уже вам подарил. Инга мне тоже подарки передала. Там черную икру купила в коем веке. У нас икра стоит 3,5 тысячи килограмм. Ну, она мне там баночку купила. Долларов за 150, наверное. Не маленькая баночка. Ну, нам хватит там на Новый Год. У нас красная икра, там, пару килограмм я купил раньше. Ну, мы половину съели, там, половина есть. Ну, а черную, честно говоря, мы давно не покупали. Дорогая, конечно, цена. Хотя, не обязательно же покупать килограмм. Можно купить там 100 грамм. Когда-никогда там. Ну, мы, честно говоря, черную икру сильно не едим. Красную икру мы часто покупаем. 130, 150, там, ну, разная. 100 долларов килограмм. Неплохая. У нас многие и сами делают. У нас тут везде озера. Люди ловят салмон. В общем, короче, красная икра без проблем. Черная сложновато. Так что мы Новый Год впервые в жизни. Остаемся с женой дома. Ну, ситуация сейчас. Не хочу говорить. Праздник. Все нормально, все хорошо. Короче, все у нас есть. Было бы здоровье и все дела. Ну, это я вот в Берри еду. Справа госпиталь. Знаменитый госпиталь Берри. Хороший госпиталь, кстати. Я уже рассказывал на роликах. На желтый я частенько проскакиваю. Сейчас пока говорил, успел потихонечку проехать. Да, вот это знаменитый госпиталь. Нормально здесь. Без проблем сюда попасть. Хорошие врачи. Ну, понятно, опойпят надо назначать, подождать. Никого нету. Вы же видите, все спокойно, все открыто. Никаких сложностей тут нету. Типа там облавы какие-то. Не пройдешь, не проедешь. Коронавирус. Абсолютно все спокойно, как обычно. Ничего тут особого нету. Ладно, не хочу я об этих. Новый год, праздник. Короче, вот Берри. Город находится недалеко от Торонто. 100 км. Я живу не в самом Торонто. GTA, как я часто говорю. Мы в Торонто много лет жили. Потом мы съехали оттуда. И вот последние уже 8 лет мы живем. Рядом с Ричманхиллом. Мне оттуда сюда, к дочке, 45 километров. Ну, грубо говоря, полтинник. Ну, вот я так и катаюсь. Где-то километров 30 по хайвее. Километров 15 потом от хайвея до моего дома. Ну, и здесь мой брат живет. Вот такой и до района. Дома здесь, конечно, разные. Есть дома и очень хорошие. Есть дома попроще. Ну, в основном, основная масса, вот такое жилье, как мы сейчас едем. Это типично. Обычное канадское жилье. Жилье здесь подешевле. Хотя, в последнее время, конечно, цены поднялись. И очень прилично. Лет 5 назад здесь можно было дом купить за 250 тысяч. Ну, сегодня где-то в районе 700. Ну, я имею в виду вот эти дома, которые были по 250. Сейчас где-то 700, 750, 800. Хороший заработок. Люди крепко подняли деньги. Ну, с другой стороны, у кого был один дом, ничего он не поднял. Ну, куда он денется? Ну, продал. А дальше что? Идти в рент. Ну, вроде как, вряд ли пойдешь, когда всю жизнь прожил в таком доме, потом в рент идти. Ну, хотя, по идее, конечно, можно взять там эти 500 тысяч, полмиллиона. Ну, и пойти в рент. Ну, это, честно говоря, не годится. А вот если у тебя было бы 2-3 дома, у нас у многих так, тогда все сходится. Продал, взял в карман себе там, грубо говоря, 500-600 тысяч. Ну, я имею в виду там с выплатами, человек же выплачивал. Вот. И эта система работает нормально. Здесь мой брат живет минут 10 от дочки. Вот это ихний район. Тут и танхаусы. У них район чуть-чуть попроще, чем у моей дочки, похуже немножко. Но цены тоже жуткие. Дома эти 600 тысяч, 650 сейчас стоят. Вот. Тут у них недалеко от университета, поэтому люди в рент сдают. Да, созвонимся только вечером. Все, пока нет. Здесь наступайте, все было хорошо. Спасибо. Ну, вот так мы и живем. Это Берри. Это вот простые люди так живут. Дома, честно говоря, тут не супер-пупер. Ну, простые дома. Где-то 2-2,5 тысячи скверфит. Ну, имеется в виду наверху. Там внизу еще бейсменты огромные. Тоже там по тысячу скверфит. Дома стоят где-то в среднем. Ну, сейчас подорожали, как я сказал. Ну, все равно миллионных цен тут, конечно, нет. Но есть, конечно, крутые дома. Они стоят и по миллиону, и больше. Но их мало. Ну, основном здесь вот такой район. Такой город, вернее. Еще недавно сюда, конечно, абсолютно нормально можно было смыться. За копейки. И за 200 тысяч, и 300 тысяч. Ну, это было, скажем, все время. Тут всегда такие были цены. А потом как-то цены пошли. Вот последние лет пять. Ну, а сейчас просто вообще все это треснуло, лопнуло. С этим говорил не буду о плохом. Ну, ладно, я о хорошем как бы. Ну, люди, конечно, обалдели по всей этой жизни в своих этих квартирах. Хотя квартиры-то безумные цены. Там миллионные квартиры. Ну, люди просто обалдели. Заперли. И все, и они разбежали и сказали, да не, мы не хотим. И вот люди сейчас продают. И едут куда? Вот сюда едут. Курортная зона, здесь озера. Симка знаменитая. Ну, и дальше туда Москока. Шикарные тут районы. Ну, просто класс. Рыбалка, охота, все дела. Вот и люди, конечно, здесь, когда ломанулись, цены пошли. И пошли, кстати, стремительно. Просто стремительно. Где-то за полгода цены выросли процентов на 20, на 30. Снег пошел. Вот. И, конечно, сейчас на дурняк здесь ничего не купишь. И я, конечно, думаю, цены еще будут выше. До миллиона тут цены дойдут в ближайшее время. Ну, и на этом, конечно, они остановятся. Но мое мнение, я не доктор. Но я так думаю, что еще цены подрастут. Сейчас, еще я вот недавно показывал, там у себя выставлял. Цены были 500 тысяч, 600. Сейчас уже эти дома стоят, ну, где-то, грубо говоря, на 100-150 тысяч дороже. И, честно говоря, дома просто улетают. Вот тенденция такая. Люди ставят дома и ставят меньше. Ну, например, там 500-550 ставят. А у нас же система офферы дает. И все, они назначают, там, день оффера, там, такой-то. Понедельник, вторник можно давать оффер. И вот он там неделю стоит, но оффер они не берут. А потом, бах, и в понедельник, значит, тебе надо сдать. И там, в общем, короче говоря, молодцы, хитрая система. Вот. Но смысл в том, что, конечно, все сразу резко, там, 15-20-30 офферов. И все, и люди дают на 100 тысяч больше. Хотя побеждает-то сильнейший, кто больше даст. Ты же не знаешь. Но если ты хочешь купить, значит, ты же понимаешь рынок. И все, если дом стоит 550, а ты там даешь, ну, грубо говоря, 600. Ну, вряд ли ты купишь этот дом за 600. Точно так же дом продается там, ну, допустим, я сейчас конкретно говорю. Я просто, я знаю, кто купил. Дом стоил 580. Ну, вот они сходу пришли, посмотрели, пару дней с мужем подумали. Говорят, ну, надо давать. Сколько? Ну, давай дадим 650. Потом подумали еще немножко. Говорят, нет, давай дадим 670. С 580 на 670. Ну, и вот они его, честно говоря, купили. Но там тоже они могли и не купить, потому что там тоже было пару офферов. Почти за эти же деньги. Ну, там еще влияет какой ты, ну, как ты покупаешь. Если ты покупаешь и говоришь, что у меня деньги есть, это значит тебе предпочтение. Если ты покупаешь и говоришь, да не хочу я там никаких хом инспекшенов проверять там что-то. И сейчас, конечно, тенденция именно такая. Никто уже ничего не проверяет. Никто там не лазит с этими хом инспекшенами. Какие там крыши, какие там, в общем, все эти дела. И все, и люди в темную берут, хватают, хватают жутко. Вот именно здесь, ну, просто. Ну, естественно, риэлторы зарабатывают сейчас приличные деньги. Ну, вы вообще представляете, если дома продаются там, ну, грубо говоря, там, по полмиллиона, по миллиону. Вот. А он получает там свой процент. Процент, полтора процента. Ну, нормально. Абсолютно нормально. Ну, с миллиона, десятку, пятнашку человек получает под зарплату. Класс. А те, кто работает, пашут, они, конечно, могут и два дома продать, и три дома продать. Ну, даже один дом, ладно, Бог с ним продал. Свою там десятку получил. Нормально. Вот. Ну, понятно, там, налоги надо будет платить. Ну, это все, в общем, другая тема. Как платить налоги? Все мы это знаем. Дураков немало. Хотя все по закону. Все честно, все по закону. Да, идет крупа. Не снег, а крупа. Ну, ладно, я буду прощаться. Сейчас я тут уже на хайвее. Я уже тут, честно говоря, несколько раз это все показывал. Снег подтаял. Красоты уже такой нет. Так что не буду. Всех с Новым годом. Берегите себя. Помните мою крылатую фразу. Нас не победить. Все. Пошли они все в баню. Все у нас будет хорошо. Ребята, честно. Вот вспомните мои слова. Через год, через два. Сейчас у нас вот без двадцати. Два. Тридцать первое число. Декабрь. Скоро Новый год. Двадцатый год. Будет двадцать первый. Быка. Понятно, что бык это серьезное животное. Он может тебе немножко навредить. Но с другой стороны, ребята. Ну, на быках же можно и пахать. Можно же пахать. Всю жизнь наши предки так делали. Вот. Так что все будет нормально. Справимся мы. Немножко этот год был, конечно, тяжеловатый. Но бог с ним. Он уже все. Он уже заканчивается. Все. И опять же. Ну, какой бы он ни был. Ну, что там. Там катастрофа была. Ядерная война. Там ерунда все. Как жили, так и жили. Да, обложили нас немножко. Сказали туда не ходить, сюда не ходить. Но мы ж ходили. И купались, и загорали. Все у нас не так, как раньше. Вот так скажем. Но в целом-то прожили. Все нормально себя чувствуют. Люди все работают. Кто не работает, деньги получают. По двушке в месяц. Два человека, четыре. Ну, кому положено, понятно. Надо там форму заполнить. Но это все ерунда. Это у кого нормально с башкой. Кто понимает, как это все у нас работает. Все делают. Ну, ладно, все. Я говорю, не буду больше рассказывать. Уже красоты особой нет. Все это смыло дождем за этот вчерашний день. Всех с Новым Годом. Поздравляю еще раз. Дай бог, чтобы у вас все было хорошо. Пока, друзья мои. Пока. Всех вас люблю, уважаю. Желаю всего хорошего. Не грустите. Берегите детей, матерей. Ну, страну, конечно, берегите свою, где вы живете. Обязательно. И наверняка, наверняка. Все будет окей. Все. Happy New Year. Bye. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok